бонжур товарищи земляне комплект говорящих рук обувной маньяк вас приветствует и сегодня у нас хока сегодня второй раз в жизни у нас хока и моя вторая попытка оставить себе эти кроссовки потому что у меня задача купить себе кроссовки на каждый день в которых я бы мог ходить по 15 20 тысяч шагов в температуру 25 35 градусов и они должны быть идеальны и сегодня хока и знаете какая хока хока клифтон 8 я знаете что вот знаете в чем ошибка маркетологи знаете в чем ошиблись они должны были назвать ее 3 восьмерки 77 регион рус тогда эти кроссовки можно было бы продавать за 3 миллиона если бы еще и буквы а мр были бы вот в этих хоках сбоку бы написали космос космос господа скрываем кстати недавно смотрят вы подписались кстати на обувного маньяка незамедлительно я недавно смотрел обзор оригинал обувь евгений очень клёвые обзоры делает и вот он акцентировал внимание вот на этой штучке он год она есть значит да с из гуд значит оригинал я на евгении оставлено по моему как раз кстати вот эта модель и была на обзоре он взял паль не паль в общем я вам оставлю рекомендацион что у нас сегодня вот такую наш сегодня не вполне мужской цвет до на три семерки на три восьмерки 77 регион кто такой это кто-то кто сюда номерах такие повесят а в тене тушистый он дуфу ну легкие такие вы знаете прям вот очень легкие работаем у меня марка хока является каком-то непонятным элементом в мире кроссовок марка хока появилась буквально там 13-15 лет назад и очень неплохо себя зарекомендовала но я не могу понять цена образования хокки почему они стоят каких-то бешеных денег вот давайте начнем с конца за эти кроссовки в москве я отдал на озоне 16 тысяч рублей телеграм-чат я извиняюсь я перепутал не 13 16 тысяч рублей что это составляет 175 уэро но в германии мне очень понравились карбон x3 вот эта модель именно вот в этой расцветке они мне очень понравились и я решил их себе приобрести но к сожалению они стоили 200 евро и это не самое большое сожаление сожалению заключалось в том что они мне в классическом 9 us моем размере давили в подъеме мне предложили примере девять с половиной с но как известно вот эта игра с размерами она не всегда идет на пользу это может привести к дискомфортной эксплуатации этой обуви к натиранию быстрому изнашиванию протиркам и прочим делам вы думаете что приобрев не свой размер подогнав ногу под кроссовки но тут чуть-чуть есть тут чуть-чуть то и все а потом там треснула тут потом сетка порвалась все следствие того что вы неправильно подобрали размер потому что подборка размер это не только ваше удобство но и долголетие этой обуви что касается вообще в целом хокки я не знаю я ничего не могу сказать будучи на боли зина и у зинаида как и она есть вот такие nike она безумно им счастлива и носит она их там я не знаю уже сколько 350 лет и она хочет что-то новое приобрести на боли она перемерила все хоки и она сказала что они какие-то не такие ей не понравилось что они чрезмерно мягкие вы учтите что зинаида акакина это максимально сбалансированы бью робот у которого все идеально рост вес нога и а у нее нет лишнего веса если она говорит что ей хоки чрезмерно мягкие значит значит что-то не то понять одно дело я скажу человек в котором 300 килограмм лишнего веса другое дело зинаида акакина что я могу про эти кроссовки сказать но я посмотрел честно обзор ведь на эти кроссовки паль не паль у евгения да и теперь хейтеры которые будут писать что ты у канта в озоне купил паль ничего подобного вот смотрите ничего подобного что я могу сказать еще по этим кроссовкам здесь используется пеноматериал его но здесь какая-то другая своеобразная пена это не пумовская пена это не там я не знаю ни другая эту его 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 рост так же как и буст пусту рост какая это и вы видите вот они не гнутся и вот что меня знаете удивляет вот тут здесь нет никаких элементов фиксации обычный какой-то носок вот здесь есть какая-то жесткость вот в этой части и все вот ванночка наша любимая ванночка ну она вот здесь чистоси даже вот мы вот мой палец вот мой палец где это ванночка где-то нами любимая ванночка стелька какая еще должна быть стелька беговых кроссовках да и и и вот ну вот тут вот пожалуйста как во многих других вот так сделан язычок и здесь что самое интересно здесь вот мой размер по классике я взял 9 с и кстати здесь есть полнота видите полнота d9 us здесь есть мин номер этих кроссовок и если вы купите паль и вы начнете вот этот пай я купил кроссовки там паль и там ну там есть номер и этот номер дэнс хочет подделать в наше время номер на ролик на поленах подделывают вин номера машинах подделывают вин номер на кроссовках не подделывают я вас умоляю поэтому как бы все вот эти мелочи вот вес кстати весят они 260 грамм я извиняюсь взвешивание осталось за кадром светоотражающий элемент светоотражающий элемент светоотражающий элемент в целом при том что я их назвал не мужские не мужской расцветкой они мне очень нравятся они меня действительно цвет очень нравится вот такая у нас тут подметка и все вот это видите да ну мягко вот прям вот здесь мягко и здесь мягкая на одинаково мягко это жесткая часть подметки и здесь жестко мне интересно вот фиксация пятки она здесь отличная посмотрите какая клево архива кстати как все клево сделано вопрос насколько они будут летними, ну, понятно, что насколько они будут летними, это зависит от настолько, насколько я правильно подберу к ним носки, климат, в которых я буду ходить в этих кроссовках. Вот это элемент, как я понимаю, чисто декоративный, потому что вот она мягкость, мягкость, мягкость. И вот меня убило то, что все говорят, ох, изи бусы, там нет никакой ванночки. А здесь какая ванночка есть, господа? Здесь нет ванночки, никакой ванночки, здесь даже фиксации нет никакой. Почему они стоят таких денег, я не понимаю. Почему они стоят 200 долларов? Я я в ней, ну, я обескуражен. По качеству, ну, что нам, кстати, эти швы рассматривать, причем тут абсолютно бесшовные, клей, спайка, все здесь на высшем уровне, и кроссовки, в принципе, ну, очень клевые. Я вот, правда, в предвкушении блеска на солнце, мне интересно, как они будут сидеть на ноге, насколько они удобные. Давайте посмотрим, как они блестят на солнце. У меня вот такие спортивные носки, если видите, тут даже имеет значение left-right марки фальки. В Германии они стоят 10 евро, а в Москве они почему-то стоят 3000 рублей. Почему? Вот такая здесь ахилла мягкая. В общем, к чему я это показываю? Потому что у меня есть вот эти мягкие носки, ой, не мягкие, а спортивные носки. Они очень клевые. В общем, смотрите, на правой ноге я надел именно эти носки фальки, которые такие спортивные. А на левой ноге у меня тоже какие-то фальки, ну, типа следки тоненькие. Вот на правой ноге я чувствую дискомфорт опять в подъеме. То же, что я чувствовал в карбонах третьих. Легкий дискомфорт. Я их максимально расшнуровал. я понимаю, что вот здесь дискомфортно. Здесь проще. Да, проще. Но все равно есть какой-то элемент летающего комара. Вот здесь мой палец. Соответственно, если я возьму 9,5 US место увеличится. И будет, возможно, что-то не то. Здесь, прошу заметить, ширина моей ноги 10 сантиметров. И вот здесь выпирает слегка мой мизинец. Что я хочу сказать по поводу ходовой. Во время обзора я вам показал, что они не гнутся. Вот есть такой перекат, то они не гнутся. Эва, казалось бы, мягкая. Ну, не гнущаяся. Но я пропагандирую жесткую обувь. Я говорил, что Зинаида Акакевна пыталась себе приобрести эти кроссовки. Я уже второй раз пытаюсь их себе приобрести. Я хожу в них, да. Я не могу ничего плохого про них сказать, кроме того, что они очень мягкие. У меня какой-то вот управляемый, управляемое проседание пятки. Я настолько привык к жесткой обуви, что я хочу сказать, что даже Бостоны 10 при, вот не вот так, когда ты заваливаешь пятку, а когда ты вот ходишь нормально в Бостонах, у тебя нет вот этого завала. вниз. Я понимаю, что это беговые кроссовки. Я понимаю, что я пытаюсь их найти себе кроссовки, в которых я смогу ходить каждый день. Я понимаю, что я стал на сложный путь. Понятно, что ультрабуст 20 это будет идеально для меня, но почему бы не попробовать Хоку. Ну вот этот, вот знаете, вот они не заваливаются, не супинируются, ничего, но они какие-то мягкие в пятке. У меня не идеальный вес, но опять же отмечу в протоколе, что Зинаида Акакьевна подчеркнула, что они, да, они мягкие и вот, ну не то. Возможно, если бы я их себе оставил, я бы в них ходил, я бы привык к этой мягкости, но у меня нет возможности сейчас покупать обувь по 150-200 евро на перспективу, а вдруг там что, ну в крайнем случае пойду мусор выброшу, но зачем мне это надо? Поэтому, как бы сегодня показа моды не будет, такой спортивный обзор. Вот не знаю, что вам сказать, какая-то очень странная вот эта ситуация с этой пяткой, я считаю, что это неправильно, я считаю, что это нехорошо, хотя возможно масса людей ходит в хокер, но мы же не знаем, сколько они ходят, да, может они правда вышли-вышли кофе попить и вернуться домой, это же мне надо через Атлантический океан в них перешагать, поэтому у каждого человека свои задачи и очень сложно, очень сложно в этой огромной массе обуви подобрать все кроссовки. Я надеюсь, вы уже подписались на маньяка, лайк, дизлайк, увидимся, когда увидимся.